Добрейшего здоровья всем, ребят! Сегодня мы пройдемся по функциям меню. Ну а для начала давайте разберем кнопки управления помпы. Здесь всего 4 штуки, в них нет ничего сложного. Это кнопка меню, она же вперед. Все действия, которые вам нужно выполнять дальше, это кнопка вот этого вот меню. Вторая кнопка, галочка, это кнопка подтверждения, как бы кнопка ОК. И еще две кнопки сбоку, это кнопки вверх-вниз, ну больше-меньше. Этими кнопками прибавлять больше, меньше, листать меню вверх или вниз. Все, больше здесь кнопок нету, здесь ничего такого сложного нет. Ну первое это у нас включить или выключить помпу. Здесь абсолютно все просто. Потом у нас идет стандартный болюс, нажимаете для подтверждения ОК. И потом вы набираете просто кнопками справа-слева сколько вам нужно единиц. Вверх это больше, вниз это меньше. И потом также жмете ОК подтвердить, чтобы ввести эти единицы. Временная базальная скорость или сокращенная ВБС. Сейчас сначала объясню словами, как это работает, потом покажу непосредственно на помпе. Будем брать для удобства одну единицу. Допустим, в час вы получаете одну единицу инсулина. Допустим, если у вас начались какие-то физические нагрузки, вам нужно, чтобы в час у вас попадала в организм не одна единица инсулина, а скажем, пол-единицы, или даже скажем, 0,3. Или в противном случае вам нужно, чтобы попадала не одна единица инсулина, а скажем, две или полторы. Что же нужно для этого сделать? Включаете ВБС, опять же, у вас стоит 100%. Ну, если я от вашей одной единицы инсулина, вы будете получать ровно одну единицу инсулина, потому что 100%. Вы, допустим, вам нужно поменять, сделать полторы единицы, чтобы инсулина в час было. Вы ставите 150%. И потом нажимаете на кнопку меню и ставите на какое время. Здесь можно ставить от 15 минут до суток. Но меняется только по 15 минут. Вот 15 минут, потом 30 минут, ну и так далее. Потом вы нажимаете подтвердить, и вот эти вот 150% вам будут поступать в организм ровно то время, которое вы выставили. Потом прозвучит звуковой сигнал, помпа вам напишет, что все, время закончилось. Ну, просто подтвердить, чтобы отключить звук, и все. И инсулин у вас будет опять так же поступать в 100%. Ну, скажем, 1 единица инсулина. Я понимаю, сейчас, наверное, я для кого-то вообще рассказываю ничего непонятное, но если будут какие-либо вопросы, вы пишите, я обязательно отвечу, и все уже конкретно с вами разберем. И также, если вы, допустим, вам нужно меньше 1 единицы инсулина вводить, давайте сейчас включу и вам покажу. Вот, вы ставите не 100%, а, скажем, там, ну, не важно, 10 по 10%, да, меняется. Вы ставите, скажем, 50%, а значит, вам будет вводиться пол единицы инсулина в час. И опять так же выбираете время, такое вам нужно, начиная от 15 минут до 24 часов. После окончания этого времени помпа также пропищит и покажет вам, ну, покажет отпись, что все, это закончилось время. Еще вот есть такая функция, допустим, ну, не функция, а вот непосредственно в этом же ВБС. Допустим, вам нужно включить помпу, ну, скажем, через 2 часа или там через 10 часов, неважно, да, но совсем вы ее выключать не хотите, вы хотите, чтобы она у вас работала. Вот я сейчас объясню на своем примере. У меня был так, когда мне только установили помпу, у меня еще действовал длинный инсулин, потому что я сделал утром длинный инсулин и пошел устанавливать помпу. Но помпу мне уже поставили. И, ну, как я, поэтому, не умел с ней обращаться, мне сделали так. Мне включили вот эту временную базальную скорость на 10 часов 0%. Как бы ровно 10 часов помпа работала, но инсулина на мне вообще не вводила. И после окончания действия длинного инсулина через 10 часов, она включилась сама и начала работать. Начала уже вводить 100% то количество единиц, которые мне положены в час. Примерно это делается так. Так, сейчас вам покажу. Выбираете VBS, временную базальную скорость. потом я выбираю 0%, чтобы помпа вообще ничего не вводила. И выбираю время, ну, на какое она не будет вводить. Допустим, там, ну, не важно, сколько вы набираете, да, там 15 минут, 20 часов. И вот эти вот 20 часов помпа не будет вводить вообще ничего. Она будет работать, все будет нормально. Вы даже можете делать подколы себе, да, там, допустим, съели яблоко, вы можете подколоть. Но сама она автоматически вводить инсулин не будет. И только включится через, ну, 20 часов в вашем случае, если вы поставили. Ну, так что, если кому-то нужно будет подробнее объяснить, вы обязательно пишите, я вам все расскажу. Поподробнее, конечно, я понимаю, для кого-то это абсолютно не нужно, но для кого-то это просто необходимо. Мои данные. Вот здесь, в моих данных, смотрите, здесь написано, опять же сейчас пропадет, но постараюсь, чтобы не пропало, сколько вы вводили единиц инсулина, да, стандартным болюсом, когда вы вводили это, ну, дата, время, и количество инъекций, вот, которые вы вводили, их от 1 до 30. Листать вниз, ну, вниз это в одну сторону, чтобы оно дальше шло, и потом, если нам надо вам вернуться назад, то вверх. Вот вверх больше не ее, потому что это последний ввод инсулина, который был. И для чего еще эта функция помогает? Смотрите, вот, допустим, вы, ну, неважно, что-то там, хотели позавтракать, да, сделали себе 2 бутерброда, чай, и решили сделать инсулин. И, скажем, вам позвонили в дверь, не знаю, по телефону, и вы ответили, да, там, поговорили, все, привет, пока, все хорошо, и вы возвращаетесь дальше к своему завтраку. И вот вы начинаете думать, а сделали я инсулин или нет? Ну, и сами понимаете, да, если вы сделаете инсулин еще раз, то будет гипогликемия, а если вы не сделаете, то будет плохо, будет гипергликемия. Поэтому вот таким способом вы можете посмотреть, сделали ли вы инсулин или нет. Там все написано, сколько единиц вы сделали, в какое время, в какого числа, разумеется. Программирование базальной скорости. Давайте разберем. Очень интересная функция. Ну, в общем-то, самая необходимая. Одна из самых необходимых. Вот опять она вышла, будет выходить, но я буду стараться вам показывать, чтобы не успевала помпа выходить из этого режима. Смотрите, вот нажимаете на меню, и в верхнем правом углу, ну, сверху, в общем-то, показывается время, да, с 12 до часу, потом еще раз нажимаете, получается с часу до 2, ну, ночи, здесь 24-часовое стоит время. Ну, не знаю, как в вашей стране, но, скорее всего, потому что это только русскоязычные все смотрят, будет все так же, как у меня, 24 часа. Вот вы ставите время, которое вам нужно, допустим, с 2 до 3 часов ночи, и потом регулируете кнопками, какой болюс вам нужно, чтобы вводился в это время, да. Ну, а также, вверх это прибавлять, вниз это убавлять. Потом опять нажимаете на меню, следующий час, выставляете там, какой вам нужен болюс, следующий, 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 и так далее. Потом, когда вы выставили, нажимаете на окей, на подтверждение один раз, и потом еще раз нажимаете, чтобы подтвердить, чтобы все это запомнилось, еще раз. Все, и высвечивается общее количество единиц инсулина, которое будет вводиться вам за сутки. Опять же говорю, наверное, я непонятно объясняю, но если кому будет это очень нужно, и очень интересно, вы пишите, я обязательно расскажу, потому что, ну, я не знаю, как так рассказывать, чтобы было более понятно. Потому что проще объяснять, когда человек непосредственно сам делает, а я ему объясняю. настройки даты и время. Ну, здесь вообще все просто. Здесь вы просто настраиваете часы, минуты, месяц, год. Все абсолютно просто, как на любых часах, электронных, телефоне, компьютере. Но я думаю, здесь разобраться вообще никакого труда вам не составит. И нажимаете окей, подтвердить. Настройка помпы. Здесь блокировка клавиш, но не советую вам это трогать, потому что сначала лучше разберитесь, как вообще это работает. Как заблокировать и разблокировать клавиатуру. Потом идет громкость звука, ну, это громкость разных сигналов, которые будет подавать помпа. Потом сигналы и вибрация. Допустим, помпа будет вибрировать одновременно и сигналить, да, или просто сигналить, или просто вибрировать. Ну, такие же функции, как в телефоне. Ориентация. Смотрите, здесь вот, видите, написано стандартный дисплей. Если мы поменяем, видите, дисплей перевернется. И это нужно для того, если помпа у вас висит на поясе, да, и вам нужно просто посмотреть, что на ней происходит. Разумеется, у вас тогда будет изображение кверх ногами, а вот эта функция вам поможет. Ну, это контрастность, понимаете. Вверх-вниз менять положение. Выбор языка, но вам уверен, что подойдет только русский. Настройка блютуса. Здесь вообще все элементарно. Или подключить блютус, или отключить его. Ну, подключить или отключить, это удаление этого устройства, ну, в нашем случае, глюкопульта, чтобы помпа его не видела больше вообще. Настройка меню. Здесь есть три вида меню, расширенное, персональное и стандартное. Я вам советую пользоваться пока что, когда вы только начали использовать помпу, это стандартное меню. Расширенное меню нужно, ну, для более продвинутых уже пользователей помпы. Единственное, что могу сказать при расширенном меню, когда вот функции временная базальная скорость 1 вы выставляли на суток, то в расширенном меню вы можете сделать себе таких 5 временных базальных скоростей, допустим, на 5 дней недели. Допустим, в понедельник у вас помпа работает так, во вторник так, в среду по-другому, в четверг по-третьему. И так в течение 5 дней, скажем, с понедельника по пятницу. Кстати, очень удобно, если, допустим, вы работаете 2 через 2, и, скажем, у вас, ну, 2 дня вы работаете, у вас какая-то там интенсивная программа, вы, не знаю, там, курьер, может быть, еще кем-то работаете, и вам нужно, чтобы помпа вам подавала, ну, чуть меньше инсулина. Вы выставляете себе именно такую временную базальную скорость на эти 2 дня. а другие 2 дня, в которые вы не работаете, вы, скажем, ну, не знаю, спите дома вообще, и у вас нет никакой физической нагрузки, и вы выставляете себе временную базальную скорость в другую, и потом вас просто помпа сама чередует. Она 2 дня выдает так инсулин, а в другие 2 дня она выдает по-другому. Но это делается для того, чтобы человеку как-то было проще жить, чтобы он каждый день себе не настраивал помпу, да, сам лично не подкалывал. Но, опять же, все это приходит с опытом и со временем. Но я уверен, что каждый из вас со временем обязательно разберется. Про персональное меню я сам лично еще ничего не узнавал, но узнавалось только то, что его мало кто использует, ну, и как мне сказали, что оно мне не понадобится. Я не знаю, может быть, в дальнейшем я разберусь, но сейчас я туда не лезу, мне это не нужно. Ну, так что, если кто-то из вас знает, что это за меню, и как с ним лучше работать или хуже, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я с интересом почитаю. Субтитры сделал DimaTorzok